Всем привет! Я думаю, кто меня смотрит, многие помнят, что я покупала последние две орхидеи. Это вот такой вот желтовато-розового цвета. Ну и вторая орхидея, это, как мне сказали, Родион. Так вот, глядя на эту орхидею, на эту красотку, и видя, что у нее в горшке, в покупном, шея находится очень низко в горшке. Я долго думала, дала ей адаптации в доме, но прошло недели три точно. И все равно меня что-то тревожило. Я же всегда говорю, что у нас все равно какое-то чувство седьмой работы, или шестое чувство его называют. И что-то вот тянулись у меня руки взять и пересадить эту орхидею. Думала, придется пересадить перевалкой. К тому же еще вот такая вот ваза красивая у меня освободилась. Я подумала, а почему бы не посадить такую орхидею красивую с таким высоким цветоносом именно в такую вазу. Ну так вот, когда я вчера вскрыла, вытащила эту орхидею из горшка, я заметила, что у нее есть чернота на нижних листьях, на нижних листьях. Конечно, меня вот это возмутило. Думаю, вот почему у меня было предчувствие, почему-то тянулись руки именно пересадить ее. Вот Редион, она сидит как бы повыше. Вот, я за нее спокойно. К тому же, что эта орхидея, я когда я видела, что у нее посажена глубоко шея, я поливала ее с поддона. Если я другие орхидеи могу сделать проливом по краю горшка, ее я так не поливала. Именно чуть-чуть только снизу горшка, чтобы верх оставался сухим. Но это ее не спасло, значит, орхидеи было заложено уже заранее. Значит, я ее купила вот с этим тайным, вот этим вот заболеванием. Значит, у нее уже начиналось. Потому что, когда я стала убирать торфяной стакан, вот эти вот корни, которые были в торфяном стакане, они были все черные. И я все время отламываю полностью вот это вот все, что находится в торфяном стакане. И вот это вот была чернота, конечно. Корни были все такие черные. И вот, ну хорошо, что отлом был все равно светлого цвета. Но заболевание как бы уже начиналось. Именно шло оттуда. Так вот, убрав я один лист, это был фласочный лист, показалось мало. Еще пришлось мне один лист убрать. И оставила я уже вот четыре листа. Я не стала трогать, оставила на авось. Посадила ее, чтобы шея была высоко. Обложила ее корой, которая только с дерева необработанная, сухая. Вот для того, чтобы тут влага не собиралась. Сейчас у меня я вижу, что все равно не нравится мне сама по себе шея. Вот она. Как бы цвет у нее такой не особо хороший. Вот эта чернота, но это, мне кажется, это как закупливание корней. Вот видите, чернота идет от цветоноса. Вот эта часть черная. Ну, в общем, дальше тоже есть то же самое. Вот немножко чернота вот здесь вот. Вот уберу я. Вот, посмотрите. Вот там темнота тоже. И к тому же еще у нее, где был цветонос один, там осталась дыра. Обычно в такие дыры, где они остаются, очень легко попадает влага. Ну и может произойти загнивание ствола. Я такие растения стараюсь как бы осторожно поливать. Никогда их не душеваю, душем не пользуюсь с такими трещинами в стволе. Вот, стараюсь избегать попадания влаги именно в это место. Так вот, что я вчера сделала. Я взяла сухой фитоспорин и все это опудрила. Дальше снимать листья я не стала. Вырезать я ничего не стала. Мне нравится, как работает фитоспорин. Он убирает вот это все, подсушивает, оно подсыхает. И все обычно у меня получалось нормально. Тем более, никакой мокрой гнили нету, все сухое. Но я уже за ней наблюдаю. Это было вчера. Сегодня я посмотрела, вроде как бы никаких изменений не произошло. Все как осталось, как было, так и осталось. Правда, я ее вчера, прошло некоторое время, я ее полила. Полила вот так, вот, вот так вот, чтобы нижние корни напились. Потому что орхидеи тургор листьев такой был слабоватый. И мне все-таки пришлось ее попоить. Но и корни при пересадке были такие вот сухие. Потому что после покупки особо же мы не балуем, когда орхидеи не пересажены. Мы особо не заливаем их влагой. Стараемся давать потихоньку. Но орхидеи показалось, наверное, недостаточно. Потому что я как почувствовала, руками трогая корни, что они такие вот уже, как бы, не слишком такие полные. Такие вот, чтобы виламин у них такой был хороший, такой плотный. Вот видно, какие-то они такие корни все-таки слегка приплюснутые. Так вот, конечно, рука тянется вот тут вот подчистить, где ствол идет цветоноса. Но я стараюсь как бы не трогать. Говорю, сейчас я ее буду ковырять и, может быть, будет хуже. Стараюсь помогать так. А там посмотрим, если вдруг что-то я замечу, что пойдет больше. Я ее обязательно сковырну, обязательно обрежу. Вот эта ткань до зеленого. Ну и опять же фитоспорином запудрю, засыплю. Мне нравится очень этот препарат. Очень многим орхидеям он помогал, когда нет такого серьезного заболевания, что приходилось там слишком сильно выковыривать, чтобы замазывать. Максимом обычно так делают. Я справлялась с фитоспорином. Ну а если орхидея, когда была сильно больна, когда у нее уже отваливалась шея, ей помочь было нельзя, там уже никакой фитоспорина и речи даже не было. Просто я понимала, что орхидея пришел конец. Ну и пришлось мысленно уже с ней приходилось прощаться. Но пока здесь я не прощаюсь. Буду надеяться, что с орхидеей справиться. У них все-таки должен быть иммунитет свой. И они должны справляться и помогать сами себе. Ну а сейчас я хочу вам показать и рассказать, как я продляю своим орхидеям цветение. Что я делаю для этого. Пока орхидеи у меня растят в цветоносе, они находятся у меня вот именно у окна, на этой полочке. Вот где они тянутся к свету, набивают бутончики и радуются свету. Они у меня все стоят около подоконника, некоторые на подоконник. Но в основном я такие не ставлю на подоконник, потому что подоконники у меня очень маленькие, сантиметров, наверное, 20, не больше. Ну и чтобы не сломались мои цветоносы, я их держу именно вот на такой полочке, недалеко от окна. Шторы у меня постоянно открытые. Я только закрываю тогда, когда после обеда приходит сюда солнце. Ну и держу я свои орхидеи здесь до тех пор, пока откроется первый цветок. Открывается первый цветок, я их переношу. Вот видите, у меня следом вот тут вот стоит такая вот тумбочка. Так вот, например, так я делала и поступила со своей орхидеей с авион. Когда она у меня распустила первый цветок, я ее перенесла именно на эту тумбочку. Здесь у меня солнца или света им вполне достаточно, для того, чтобы тихонечко-тихонечко распускаться. Распускается очень медленно. Видите, она уже распустила три цветка. Распускает четвертый, он уже лопнул, скоро раскроется. Это время проходит очень долго, ну и продляет цветение моим орхидеей. Вот так вот распустилась здесь у меня красотка Beautiful. Также она распустила все цветы. Каменные розы на подходе. Видите, уже распускает третий бутон. Вот, ну и фламинго джаз также раскрывается постепенно. До сих пор здесь цветет моя Майя. Одна ветка уже практически отцветает. Осталась вот эта вот. Сзади Гага цветет. Красотка. Но джена все до сих пор еще цветет. Тоже была куплена где-то перед 8 марта. Это моя залитая орхидея. Ну и хот кофе. Ну вот вроде бы и все. На этом я буду заканчивать. Говорю вам всем до новых встреч на моем канале. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok